МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Третий микрофон в эфире. И сегодня у нас особенный специальный выпуск. Мы подводим итоги политического сезона. И сделаем это с гостем в третьем микрофоне, лидером партии коммунистов Владимиром Николаевичем Ворониным. Добрый вечер, Владимир Николаевич. Добрый вечер тебе, добрый вечер телезрителям. Владимир Николаевич, в конце прошлой программы я обратился к нашим телезрителям с просьбой присылать свои предложения по организации жесткого, но при этом легитимного сопротивления нынешней власти. Самое интересное, что сама постановка вопроса никого не удивила, потому что у очень многих людей созрело такое ощущение, что этой власти надо сопротивляться. Поскольку она уже вышла и за рамки правового поля часто, и демократических норм, и утратила в итоге значительную часть своей легитимности. И было очень много предложений, в том числе таких забавных, смешных. Например, я помню, предложили, давайте повозите представителей высшего руководства по зонам, пока только на экскурсию. Пускай посмотрят. Восемь, где находится соответствующий контингент. Соответствующий, да. Или там было предложение, давайте все придем, принесем 50 тысяч по кирпичу на площадь, заложим нафиг этот камень гимпу и пускай они его там разгребают. Ну и так далее. Но при этом были и достаточно серьезные предложения, с которыми бы я хотел вас познакомить. Все парламентские решения оспаривать в Конституционном суде, Европейском суде по правам человека. Правда, для этого придется специальную канцелярию завести. Зато они замучаются судиться, инициировать создание парламентских комиссий для проверки деятельности других парламентских комиссий и так далее. Гражданское неповиновение. Всем выдать или продать по себестоимости какой-то признак неповиновения. Общенациональный сбор подписей о неповиновении. Отказ платить налоги в государство, управляемое ворами и так далее. В общем, зная меру, продолжайте использовать любые доступные оппозиции, рычаги давления. Балансировать между мятежностью и прагматизмом. Главное уметь лавировать, чувствовать необходимый момент и суметь вовремя сойти с баррикад, чтобы пойти на деловой компромисс. Думаю, надо принять законы, защищающие нашу страну и граждан. У руля страны должны стоять люди, являющиеся гражданами только этой страны, что уже будет хоть какой-то гарантией того, что они не будут под кого-то прогибаться и смогут в случае провала своих действий нести полную ответственность по закону страны. Районы, в которых ПКРМ получило большинство, нужно поднять. Нужно показать, что можно сделать, когда есть сплоченная команда, желание и данное обещание. Работать нужно в противовес альянсу. Если они по большей части демагогия, то ПКРМ нужно засучить рукава и работать. Только тогда будут результаты. Будут голоса, будут и другие районы, и Кишинев, и Молдова. Братцы, нам самим надо бороться с болезнью. И никто нам в этом помочь не сможет. Даже если вдруг искренне захочет, надо закатывать рукава и самим, самим приниматься за дело. Только сами, только канциализируя свои усилия, вместе можно переломить ситуацию. Предложения по формированию гражданского конгресса крайне актуальны в нынешней ситуации. Если грамотно организовать это движение, оно может стать поистине однородным. Сопротивление режиму должно быть в рамках права и целесообразной стратегии. Вот эти предложения так или иначе, удивительным образом, совпадают с вашей инициативой по организации гражданского конгресса, которая была озвучена на этой неделе. Что стало для вас лично последним толчком выступить с этой, на мой взгляд, чрезвычайно важной инициативой? Нашей партии через полтора года будет 20 лет. На протяжении этого времени мы прошли очень большой и очень сложный путь. Мы из партии, в которую никто не верил, в которую очень многие сомневались, даже в том числе наши, как говорится, настоящие преданные сторонники, мы стали парламентской партией. Причем за это же время дважды, чего не удавалось никому, в одиночестве, кстати, напоминаю, мы были во власти. Причем имели, как говорится, абсолютную власть. Но ситуация такого порядка, я не хочу сейчас загружать телезрителей большой дискуссии, но ситуация такого порядка, что вот мы действительно остановились на рубеже 40-45%. Почему? Потому что мы одни. На левом поле, к сожалению, мы одни боремся. И против нас все остальные. И в парламенте, и в непарламентской работе, в борьбе мы одни. Поэтому здесь надо посмотреть, что нам надо делать, чтобы к нашему делу, к нашим целям, к нашим задачам, которые всеми нашими гражданами в основном признаются как очень благородные, как очень правильные, как конкретные, как очень необходимые, мы привлекли как можно больший сторонник. Именно из этого мы исходим, когда ставим такую большую задачу по развертыванию работы, по созданию общенационального гражданского конгресса. Речь идет о работе с живыми людьми. Партия – это живые люди. И здесь какие-нибудь искажения, какие-нибудь неправильные действия, какие-нибудь заскоки вперед, они наказуемы. Наказуемы теми же гражданами, которых мы потом будем призывать нас поддерживать в тех или иных выборных кампаниях. Мы понимаем, что в условиях этой серьезнейшей, жесточайшей конфронтации, не конкуренции, а именно конфронтации политической, многие граждане в силу различных обстоятельств, конечно, сегодня открыто явно не придут и не напишут заявление о вступлении в наши партии. И не только из-за конфронтации. Может быть, в силу того, что за все эти годы в них стойко удалось всем этим, так сказать, независимым медийным ресурсам и на забугорные деньги вбить всякую чушь против коммунистов и против того, что мы делали когда-то. Ну, не мы, а наши предки, так сказать, предыдущие наши поколения в коммунистическом движении. Что этих людей просто, чтобы они присоединили себя к коммунистическому движению, они никогда это не сделают. Но видя, что творится в государстве, как в здравой стране, в его конкретной жизни, на его рабочем месте, с его детьми, с его отцом, с его матерью, с его дедушкой, с его бабушкой, конечно, они не могут стоять безразлично и смотреть на это вакханалию, что творится. И, конечно, они ищут ту политическую силу, которая бы помогла им, способствовала, возглавила бы эту борьбу за то, чтобы, по крайней мере, сохранить их права, защитить их права на жизнь, если в обобщенном виде. Вот в этом мы и думаем, что вот этот Конгресс должен иметь эту задачу. Одна из задач. Второе. Выборные кампании, что это такое? Это свадьба. Все эти партийные вожаки, люди из этих партий, ходят и агитируют людей, что вы, если будете голосовать за нас, да мы вас озолотим, да мы вам обеспечим, да мы вам сделаем, да мы вам построим, да мы вам решим и так далее. И это все продолжается ровно два месяца. Еще кое-кто сейчас ходит с пакетами, кое-кто еще деньги раздает, кое-кто проще делает это, покупает кого-то из избирательных участковых комиссий и фальсифицирует эти выборы. Мы о том уже сейчас убедились. И все, и заканчивается, закончились выборы на второй день намертво. На 4 года никто об этом бедном избирателе не вспомнит. Оставляет его, как он был со своими проблемами, со своей жизнью, какая она у него, трудная, тяжелая, невозможная. Так он и сидит, и так отвечает. Никаких тебе регулярных отчетов перед избирателем. Никаких тебе выполнений наказа избирателей. Никаких тебе встреч с избирателями. Полность и игнорирование его величества, как мы его называем вперед кампании, и так оно и есть, его величество избирателей. Чтобы этого не было, мы хотим, чтобы в этот гражданский конгресс вошли сами избиратели, которые изнутри будут нас, как партию, будут нас, как депутаты парламента, будут нас, как общественные деятели, давайте я так подумаюсь, даже чуть выше скажу, будут нас контролировать, будут нас спрашивать. И потом, когда будет решаться вопрос о выдвижении нового списка кандидатов, депутатов парламента, от нашей же партии коммунистов, они скажут, ну подождите, а его за что? Вот он был закреплен за наш район. Это два депутата. Вы сами себе сейчас устанавливаете какой-то предохранитель-контроль со стороны общества. Да, очень серьезный общественный контроль. Будет этот внутренний, гражданский контроль на уровне всей страны, по каждому населенному пункту, по каждому трудовому коллективу, по всем районам вместе, по всей стране вместе, конечно, мы все вместе сделаем больше. Абсолютно больше. Вот эти две основные, я говорю, там будут и другие. Не так же, как сейчас нас начали комментировать, что мы там нарушаем что-то, Конституцию и так далее. Да сохрани, Господь, мы ничего не собираемся нарушить. Да, мы напишем проект устава этой организации. Все это согласуется, все это будет обговорено. Но более того, это будет общественная организация, ее надо регистрировать в Министерстве юстиции. Это все серьезная работа. Но вот если подытожить в двух словах, Владимир Николаевич, то вы, с одной стороны, решаете проблему выхода за рамки собственных партийных структур, выходите на более широкую гражданскую платформу, и, с другой стороны, появляется возможность продемонстрировать людям, избирателям, что управлять вообще-то можно и по-другому, а не так, как сегодня. В том числе, с их собственным участием и под их строгим контролем. Да, власть Конституции принадлежит всему народу в нашей стране. Вот давайте мы ее вернем народу. Первое. Второе. Давайте мы народ сделаем активным участником во властных управленческих функциях, а не просто сидеть и иметь эту власть от этого стола, где избирательная комиссия сидит и дает тебе бюллетень для голосования, и до кабины, и до урны. Все. На 4 года ты как опустил этот бюллетень в избирательную урну, на 4 года ты привет, тебе власть не принадлежит. Ты ее отдал, вот этим отдал, а потом эти делают, что хотят с этой властью. От твоего же имени? От имени твоего. Вот что самое страшное в этой ситуации. И без твоего контроля, без контроля его величества избирателя. Вот в чем суть и смысл гражданского конгресса, а не в том, что мы хотим создать альтернативную власть. Да ради Бога. Скажите, тогда что напугало? Вот меня поразило, вот так называемые наши независимые медийные средства, о которых вы уже упоминали, в отчетах с пресс-конференции, на которой была озвучена инициатива по гражданскому конгрессу, ограничились совершенно другими темами. Выбрали ваши яркие цитаты, они хорошие, но они второстепенные. А главное, как будто не заметили. То ли еще не дошла эта идея, потому что она достаточно сложная, комплексная, то ли что-то их так испугало, что они предпочли ее не заметить. Вопросы формирования и постоянной работы над структурами партии и над формированием всех этих партийных надстроек, это очень сложная проблема, очень сложный вопрос. Его нельзя делать на ощупь, его нельзя делать на интуиции, его надо знать. Я абсолютно уверен, что никто или большинство из нынешних лидеров партии и их там приближенных в этих партиях понятия не имеет, что такое партийное строительство, как это все делается, как работает эта машина большая и так далее. Мое выступление, вступительное слово на этой пресс-конференции мы размножили на русском и молдавском языках и мы всем присутствующим на этой пресс-конференции дали по одному экземпляр. И ты абсолютно прав, что они даже из того, что мы им дали в руки, возьмите цитату. Я не говорю, чтобы вы взяли ту цитату, которая нас восхваляет, которая нас поддерживает, если у вас там другая политика в вашей газете или в вашем телевидении или на вашем радио. Но возьмите, даже если вы хотите нас критиковать, даже если хотите о нас что-то сказать, так скажите обоснованно, скажите, аргументированно, но они что интересно промолчали. Вообще практически дней 5-7 было гробовое молчание. Потом в отдельных газетах появились отдельные статьи, которые тоже страдают абсолютным непониманием того, что мы предложили. Ну вот я как раз хотел у вас это спросить. Понимаете, пошли комментарии, но комментарии сразу же пошли какие-то агрессивные и наступательные, поскольку вас фактически, ну, не обвинили пока, но высказываются громкие опасения, что вы создаете тем самым какие-то параллельные центры и структуры власти. Да. Я вот хочу сказать о возрублении власти. Вот были выборы парламентские, последние и ноябрьские. Сложился определенный паритет сил после этих выборов. То есть избиратель решил, что вот так и так надо распределить места в парламенте. Но он голосовал отдельно за демократическую партию, он голосовал отдельно за либерал демократическую и за либеральную, и за партию коммунистов, которые мы прошли все в парламент. Но он, этот избиратель, ни в коем случае, когда голосовал за демократов, он не имел в виду, что демократы объединились с либералами. И не только потому, что это разные идеологии. Может быть, наш избиратель, не все еще разбираются в тонкостях. Может быть, у этих людей не такие уж и разные идеологии, потому что у нас только названия такие. В конечном счете, многие из них сами не понимают, почему их партии именно так называются. Но добро на такой альянс во время этого голосования не произошло. В какой-то мере, по-моему, даже в очень большой степени мере, они обманули избирателей. А что вы не сказали перед выборами, что вы после выборов объединитесь и создадите всю вот эту гармошку? Нет, больше того, они могли бы создать один список и выйти с этим списком на выборы и парламентские, и местные. И им никто не запрещает создать блок, избирательный блок, назовите как хотите, это ваш проект. Это было бы честнее во всем. Это было бы честно, и тогда бы мы не имели оснований. Абсолютно обоснованно обвинять их в узурпации власти. Вот где узурпация власти, они через создание гражданского конгресса. И объединение людей в борьбе за их же права. Я же говорю, их права как избиратели все время растаптываются. Все 4 года никто на них не обращает внимания. Даже те вопросы, которые выносятся, ну не вопросы будем говорить, да вопросы в виде закона, в виде постановления, в виде разных других решений в парламент. Они не идут в то согласованное русло, которое нужно избирателям, которое нужно гражданинам. А они вытекают там из каких-то других абсолютно непонятных интересов. Это очень важный момент, о котором мы сейчас упомянули. Поскольку кто говорит об узурпации? Это к судье кто? Это те, кто на наших глазах подгоняет под себя законы. Кто на наших глазах контролирует, берет под контроль целые отрасли экономики. Кто подминает под себя коронавирусию. Предприятие крупное. Совершенно точно. Силовые структуры. Это я уже не только вас цитирую, но я еще и премьер-министра цитирую, который в принципе все это в недавнем своем обращении сказал. Он заложник этого. Он сам создал это. Теперь он заложник. Его выступление было очень интересное. Но он многие правильные вещи назвал, потому что уже, как говорится, дошло до точки кипения. Но он сам заложник, потому что он формировал это правительство. Чего он согласился, чтобы к нему пришли те самые санитарные врачи на должность министра транспорта, предположим, и другие министерства и тому подобное. Об этом обязательно чуть позже отдельным блоком поговорим. Но я к тому, что иногда лучше помолчать. Чья бы мычала, а чья-то бы и молчала. Куда еще обвинять, что мы хотим сделать хуже, если хуже уже на самом деле некуда. Куда уже? Когда уже вытерты ноги об избирателей и о закон, и о конституцию, и о свободный выбор. Никто сегодня даже в свободу выбора не верит, понимаете? И это на фоне громких криков о демократии. Здесь такие фальсификации, особенно по Кишиневу, так о чем мы говорим? Это тоже, кстати, предмет озабоченности будущего Конгресса. Очень серьезный предмет озабоченности. Как сделать так, чтобы выбор граждан был защищен? И его голос был защищен. Что он голосовал именно за то, что он голосовал. А не за то, что они хотят химичить потом в виде альянсов, в виде фальсификаций, в виде еще что-то. Вот действительно сложная, комплексная идея с гражданским конгрессом. Но может быть время таких идей пришло. Знаете, вот постепенно пока дойдет, а потом, когда все осознают. И я вот о чем еще подумал. Что вы, может быть, даже не отдавая себе отчет, создали тем самым этой инициативой какой-то дополнительный пояс безопасности, гарантирования суверенитета Республики Молдова. Абсолютно верно. Ведь если будет вот такое мощное объединение граждан и местных властей, получается, что кучка людей, какое-то считанное количество людей не сможет поступить так, как она поступила в 2018 году со Сватулцери. И не может вот так от имени всего общества, но ни с кем не посоветовавшись, взять и объявить о ликвидации государства Республики Молдова. Да. И это мы не просто случайно выходим на такое, а это даже заложено в саму идею гражданского конгресса. Потому что такое объединение, большое граждан. Ну, сейчас за нас устойчиво голосуют до полутора миллионов человек. А надо, чтобы нас было больше. Не их, а нас, всех граждан, чтобы было больше. И мы опираемся на этом конгрессе именно обсуждать, прежде всего, вопросы развития молдавской государственности. Вопросы, как сделать, чтобы наша страна была действительно независимая, не по конституционной формулировке, не по форме, короче, а по содержанию, по сути. Как укрепить экономическую безопасность, как повысить социальные гарантии граждан, как сделать качество жизни человека такую, чтобы он другое государство, кроме свое, родное, где он, где его предки, как республика Молдова, никакое не хотел. Слышать, пусть посещает, как турист, пусть посещает, отдыхает, но чтобы он не хотел ни работать на то государство, ни что-то другое. И многие другие цели. Да, это я говорю в обобщенном виде. Здесь же и вопросы реинтеграции страны обязательно. Да, я извинился, что, может быть, чуть-чуть сложно это все, потому что, действительно, эти понятия немножко сложноваты, но их очень много. И других сопутствующих задач, которые будет решать этот гражданский конгресс. И та же реинтеграция. И вот смотрите, в Конституции прописано ясно, однозначно, что Республика Молдова нейтральное государство. Вот мы разработали проект закона о статусе постоянного нейтралитета Республики Молдова. И что Альянс хочет о нем слышать? Он хочет его... Он даже ее не включает в повестку дня. Нет, по-моему, они ада отказались включать повестку дня. Нет, нет, категорически не хотят слышать. Хотя Конституция нас обязывает. Вот о чем идет речь. Ну, значит, есть другие планы. Давайте рассмотрим на гражданском конгрессе, и, большинство народа решим этот вопрос. Так можно решать массу вопросов. Это будет какой-то вариант прямой демократии. И почему мы от того, что мы рассмотрим в гражданском конгрессе, на том же гражданском конгрессе не сможем, не сможет этот гражданский конгресс вынести решение, что давайте выйдем на всенародный совет с народом уже, если там понадобится по тому же статусу постоянного нейтралитета нашей страны. Нет, есть масса вопросов, которые нужно закрепить один раз и навсегда. Вопросы государства образующие. Вот их надо и закрепить раз и навсегда. Если у нас внутри политического нашего бомонда несчастного, есть разногласия, мы не можем прийти до общего знамената, надо обратиться к народу. Вот форма обращения к народу, гражданский конгресс. Пожалуйста, давайте обратиться к народу. Я думаю, что к этому нужно будет прийти и в недалекой перспективе, поскольку у меня есть ощущение, что все, что происходит в последние два года, это и есть постепенное, но достаточно активное разрушение государственности, поскольку фактически разрушаются государственные институты. Ну, смотрите, суд раздавлен ГИМПу, правительство Самфилат жалуется, что блокировано и не работоспособно, в парламенте бесконечный цирк, авторитет власти. И тоже не работает парламент. И тоже не работает. Кстати, кажется, что нас обвиняют, что вас там коммунистов нет. Ну, мы объяснили. Я на пресс-конференции еще раз подчеркнул, почему нас нет и когда мы-то будем. Если нас нет и вас большинство, значит, у вас есть прекрасные возможности в отсутствии коммунистов. Вам они не мешают. Вам они не занимают ни третий микрофон, ни какой микрофон. Выходите, голосуйте, штампуйте, делайте, что положено. А нет, а нет, ничего не получается. Так дело не в коммунистах, что их нет в парламенте. Нечего на зеркало. Потому что они в этом все виноваты. У меня социальная сфера уже абсолютно деградировала за эти два года. И вот у меня в какой-то момент возникло ощущение, что это делается нарочно и сознательно. Ну, логика какая, да? Людей довести до такого состояния, чтобы им уже было все равно, к кому притулиться. Лишь бы чувствовать за своей спиной, под собой какой-то закон, какую-то власть, какое-то государство. И вот это действительно страшно, что они доводят до такого состояния населения страны, чтобы оно утратило даже волю к государственности. Конечно, мы чувствуем, видим с каждым этим избирательным туром. К сожалению, этих туров было больше, чем надо. Но все-таки с каждой избирательной кампанией политическая зрелость, политическое сознание граждан нашей страны растет. И я думаю, что те, которые рассчитывают и дальше манипулировать мнениями избирателями пакетами, деньгами и еще чем-то, они уже имеют шансы полностью потерять всю перспективу политическую. Уже людям нужны серьезные решения, людям нужны серьезные результаты, людям нужно серьезно видеть перспективу и своей личной, и своей семьи, и нашей страны. И если политический класс не будет в состоянии это сделать, то те, которые выпадут из этого звена, они выпадут навсегда. Из истории нашей страны, и из политической, и вообще из истории. И это было бы очень хорошо, чтобы это случилось как можно быстрее. В отношении многих. Но это зависит от уровня политического сознания. Поэтому одной из еще задач Гражданского конгресса как раз будет политическое образование. Вот чем там будут заниматься в массах, объяснять, что происходит. Почему происходит? Не тогда, когда выборы. Вот приводит одного там красавчика, его показывает избиратель, вот голосует из-за него, он вам то, он вам другой. Да ничего подобного. Он для себя будет решать все, что угодно, а у вас он забудет на 4 года. А вот если мы будем готовить народ, если будем объяснять, повышать эту политическую культуру избирателя, вот тогда будет действительно настоящий, осмысленно осознанный выбор в день выборов. Это будет настоящий выбор, а не лотерея. Ну вот выборы, последние выборы местные органы власти для партии коммунистов завершились, на мой взгляд, весьма позитивно. Одержан целый ряд ярких очень побед. Несмотря на. Несмотря на то, что партия коммунистов находилась в глухой оппозиции, что у нее не было ни админресурса, ни особых финансовых ресурсов, ну и прочих ресурсов, которые дает власть. Но при этом выиграны города. 31 город в той или иной степени сегодня выигран партией коммунистов. А в городах живет наиболее продвинутая, наиболее информированная, современная, динамичная и прочее-прочее население. Да и вообще яркая победа в целом по стране, поскольку в абсолютном выражении голосовало людей значительно больше, чем в том же 2007 году за партию коммунистов. То есть, вопреки всем прогнозам, уйдя в оппозицию, партия коммунистов не только не утратила своей электоральной поддержки, но и начинает ее наращивать. Скажите, а что стало главной причиной, на мой взгляд? Причин много, но главную причину вы можете назвать. Да, конечно. Главная причина, она на поверхности, и она связана с организацией жизни каждого конкретного человека. Никаких проблесков улучшения завтрашнего дня наш человек, к сожалению, любой не видит. Я не говорю о простом человеке, который сидит и считает эти бонусы, эти леет и не знает, как их разбросать. Куда их на продукты, на коммунальные услуги или на что еще. Я говорю вам о всех, в том числе и о бизнесменах, в том числе и о госслужащих, в том числе и о полиции, обо всех остальных. У всех все ухудшается. Я тоже был президентом два срока, и тоже правительство формировали, и тоже боролись, и тоже это самое. Мы знаем, что есть объективные, есть субъективные, есть факторы, которые не зависят только от того, как мы будем, мы же все интегрированы здесь в европейское пространство экономическое. Хотим мы или не хотим, и экспорт, и импорт, и цены, и курсы валют, и все остальное, это целая система. Да. Но что-то, хоть что-то, чуть-чуть, каждый день должно что-то двигаться. А когда двигается все назад, а не вперед, конечно, как будет этот человек относиться к власти? Как он ее будет оценивать? Как он будет, так сказать, участвовать в поддержке или во что-то другом? Конечно, не будет этого делать. Поэтому это основная причина ухудшения качества жизни людей. Но скажите, дорогие, дорогие телезрители, скажите, что такое закрытие более 300 школ? Почти 400. Да я не знаю, мне сперва сказали 280. А теперь говорят 380. Но самое интересное, что правительство спрятало постановление. Слушайте, речь идет о школе. Есть два самых острых момента в организации жизни каждого человека, каждой семьи. Это школа и медучреждение. Ну, как можно спрятать вопрос о том, что такое будет со школой? Ну, спрятали они, скажем, я не допускаю, это вообще безобразие. Надо всю власть, чтобы была открыта перед народом. Но у них из каких-то тактических соображений спрятали, чтобы перед выборами местными не показывать, чтобы там за них даже кошки и собаки в селах не голосовали. Ну, прошло это все. Так где это постановление о закрытии школы? Успокойте вы общество, если это неправильно. Если неправильно. Уже опубликовано. Да. Ну, что это такое? Ну, как? Что означает закрытие этих школ? Что означает сократить одномоментно, одновременно 120 тысяч госслужащих? Слушайте, ну, кто-то представляет, кроме тех, которые, так сказать, с диагнозами, представляете, что такое подготовить один госслужащий? Одного госслужащего. Это деньги стоят вообще-то, это инвестиции. Что такое подготовить одного полицейского, они собираются сократить 4 тысячи полицейских. Что значит подготовить одного полицейского? Это не месяцы, это не года, это десятилетия. Я авторитетно заявляю, что я когда-то в своей биографии был и министром внутренних дел. Что значит закрыть школу? Куда этих детей в зимний период возить, таскать, если... Вот, говорили наши депутаты, потребность в автобусах, они уже начали как бы с Западом договариваться об автобусах, потребность в автобусах закрывается всего на 30%. А 70% детей что? На чьей спине? На спине этих, что голосует, что принимает такое антинародное, я бы сказал бы, нечеловеческое решение? И вот, конечно, такие поступки, такие действия власти, как они могут быть поддержаны, кем они будут поддержаны? Но вы видите, в чем все иродство этого всего? Ну, что вы не делаете тогда, когда надо, и что вы не делаете открыто? Учебный год когда завершился? И почему вы перед учебным годом не объявили? Чтобы люди, родители, учителя подумали. А что делать с учителем, если это его основная профессия на всю жизнь? Он ее осмысленно, осознанно выбрал, учился и совершенствует себя. Что значит учитель? Учитель, это каждый день надо готовиться к урокам. Что он будет делать? Если он другое не знает и не умеет, да ему и не надо. Не надо, у него профессия есть. Это он учился, и это он должен иметь гарантию от государства, что он будет иметь рабочее место, и что он будет иметь достойную зарплату, чтобы ему хватало. И так далее, а по медицине что опять? Мы возвращаемся к той же абракадабре в этой медицине, которую мы имели до 2001, когда мы пришли во власть. Тогда нам не нужны медицинские пункты в населенных пунктах, нам не нужны районные больницы со специализацией, потому что специализированные клиники будут только в Кишиневе, может еще и в Бельцах, и больше нигде. Там должны быть сконцентрированы, специализированы эти врачи, и все. А в территории должны быть, может быть, какие-то терапевтические отделения, и больше ничего. Откуда это чушь? Откуда это глупость? Что это за профашистские эти самые настроения в отношении с народом? Вот это мы никогда не поймем. Мы не ставим задачу, наша партия не ставит задачу. Завтра вот объявляется, мы построим коммунизм. Да ничего мы не построим, никакой коммунизм. Мы ставим задачу социальной защиты человека, и мы за это боремся и будем бороться. По итогам этих выборов коллеги-журналисты немножечко лукавят. Они говорят, вот смотрите, ПКРМ набрала в таком-то районе столько-то, а Альянс столько-то. Ну подождите, вы об этом тоже говорили, что не было такого электорального конкурента, как Альянс. Не было. И смотрите, что происходит. Кстати, они на выборы мест опять пошли в розе. Совершенно точно. А сегодня нам пытаются продать ситуацию таким образом, как будто вот ПКРМ столько, а Альянс столько. Подождите, там кроме Альянса еще участвовали другие партии. Есть районы, в которых партии коммунистов для формирования всей власти не хватает одного, двух, трех мандатов. То есть одна партия набирает больше, чем все остальные. Костя, если один, два, три, еще и четыре мандат, то таких районов аж 18. Это 60% всех районов республики. Это ведь не шутки, правда? Конечно. И нам говорят, а вот Альянс столько. Одна партия и все остальные партии, не только три партии Альянса, но и все остальные, плюс еще независимый кандидат. Это все-таки немножечко разные весовые категории. И в этих условиях центр ставит своим сторонникам на местах задачу никоим образом не пропустить ПКРМ к власти в этих районах. Это называется плюнуть в душу избирателю и плюнуть и растереть их выбор, этих людей. Но на этот раз не получается. Не получается. Очень интересные сегодня происходят, очень интересные процессы происходят при формировании местных властей. Да, я опять-таки сделаю небольшое отступление. С момента появления нашей новой партии на политической арене, и все эти годы, и даже когда мы выигрывали с явным преимуществом и были единоличными во власти, нас все равно продолжали обвинять, и сегодня обвиняют, что коммунисты недоговороспособны. Коммунисты ни с кем никогда не смогут объединиться. Коммунисты не смогут никогда никакие альянсы ни с кем делать. Если они имеют в виду себя, то мы с ними не хотим ни за какие златые в какие-то либо альянсы. Мы не хотим от них ни доли власти. Абсолютно. Мы хотим эту власть от избирателя, от людей, а не от этих детей. Как они собрались кучу. Каждый в отдельности не тянет ни на какую должность, ни на какую власть. Почему они создали альянс? Потому что они только в кучу могут напасть, кучу могут победить, кучу могут кого-то унизить, кучу могут оскорбить, кучу. И в кучу они все воруют. Нет, воруют они по отдельности, Владимир Николаевич. Но друг друга покрывают так. Правильно, правильно. Вот это я имел в виду. Поэтому вот сейчас происходит такая вещь, которую они сами уже не понимают. Как это вдруг коммунисты в этом районе объединяются и голосуют за формирование власти с демократической партией? А как в этом районе рядом голосуют и формируют рядом? Это значит Бричаны и Едницы, например. И так далее. А в этом районе голосуют с либерал-демократами вместе. А вчера в Яловеново, в Офше, в беспредседентном случае мы голосовали с либералами вместе. И либералы за вас. И либералы за нашего первого секретаря райкома партии голосовали на должность за председателя района. Молодцы. Вот так. Значит, почему? Гимпу в больнице после этого не оказался случайно. Не знаю, я за ним не слежу. Вон пустится. Люди так голосовали. Люди так избрали. Нельзя топтать и плевать, и обманывать людей. Что значит формировать опять? Они что хотели здесь в Кишиневе? Вы помните? Заседали, заседали, заседали. Давайте этот альянс их кишиневский, республиканский, давайте мы сделаем мини-копии этих альянсов в каждом районе. И на основе этих объединений, этих районов мини-копий, давайте мы также изберем там, если они имеют чуть больше, значит, то более того, даже у Гимпу вообще по одному-два канцелера в этих районах, но он хотел аж семь районов, чтобы иметь своих председателей в семи районах. Ну, хотя это не вредно. Мы согласовали эту всю политику у нас с нашими товарищами СМЕС, с руководством наших районов партийной организации. И мы им сказали, ребят, как голосовал избиратель, так и формируйте власть. Если имеются достаточных голосов, чтобы те, которые были выдвинуты в канцелеры районных советов от нашей партии, вместе с либерал-демократами, оформировали руководство района, формируйте ее на здоровье. А остальные пусть работают в оппозиции. Если у нас достаточно голосов сформировать это с демократами, давайте с демократами формировать это руководство района. Если не хватает, даже, может быть, всех троих, всех двух, давайте третьего, кто там третий есть, и сформировать это власть. Вот таким образом. Потому что у нас, по большому счету, во всех районах, кроме двух-трех районах, есть очень серьезный результат. Очень большое количество канцелеров, которые от нашей партии. Вот ты правильно сказал. Один, два, три не хватает. А если четыре, то нам в 18 районах мы могли бы сами избрать председателя района. Но даже хорошо, что так получилось. Зачем нам самим монополизировать эту власть? Давайте вместе с ними, давайте вместе с этим партией. Но я скажу еще и другое. Конечно, те люди, которые возглавляют на местах районные отделения либерал-демократов, районные отделения демократической партии, даже, даже районные отделения либеральной партии, это далеко не те вожди этих партий в Кишиневе на паркете Кишиневского парламента. Далеко не те вожди. Абсолютно адекватные в большинстве людей. Абсолютно нормальные люди. Если вообще говорить о представителях демпартии, то там 80%, я вот точно называю, хотя не считал, боюсь ошибиться, может быть, даже больше, это те, которые еще вчера или два года назад, или год назад были в нашей партии. И говорят, может быть, из каких-то других соображений, может быть, из конъюнктурных, может быть, они видели, что в нашей партии он не выдвинулся на призате района, но они сейчас там. Но они нормальные, адекватные люди. Почему не создавать эти объединения, чтобы руководить вместе районом? Мне понравилось, как в новой Анене решился вопрос. Особенно я получил огромную удовольствие, как решился вопрос Бричан. Да, там хорошо получилось. Бричаны преднамеренно, специально пошли на то, чтобы ни в коем случае власть в Бричанах не взяли представители демпартии. Избранные от демпартии. Принципиальный был момент. Потому что наших пятерых консильеров наглым образом купили за большие деньги демпартию. И мы не хотели, чтобы зло победило. И мы наказали это зло. Ага, вы продались, теперь посидите 4 года в оппозиции. Нечего было продавать интересы нашей партии. Ладно, интересы партии. Вы продали интересы избирателей. Вот это очень хорошо. Во-первых, мы оказались, что мы можем создавать коалиции тоже. Ну, какая коалиция? Договориться, что вот так голосовать. Как сложились результаты голосования? Так? Давайте так избирать. Это и есть демократический процесс? Это самый настоящий, честный подход к формированию власти. Это не обман избирателя, самое главное. Мы не обманываем людей. Так люди проголосовали. Расстановка сил так. Давайте так ее сформируем, эту власть. А не так, как хоть и кто-то из Кишинева. Вы когда говорили о том, что кто-то был в нашей команде, бежал в другую. Я знаю одно село, не буду его называть. В котором коммунисты в местный совет, в сельский, прошли от всех партий. Просто коммунисты распределились и прошли. Ну, не будем называть это село. Будем считать, что это такой современный политический анекдот. Нет, но это и современный политический опыт. Нам надо его запомнить и подумать об этом. Но, во всяком случае, одним из итогов вот такого гибкого достаточно подхода к формированию местных коалиций может считаться то, что ПКРМ на местах становится источником стабильности, источником консолидации такого разношерстного нашего такого разного общества. Очень правильно, очень правильные выводы. Мы об этом будем говорить на наших специальных партийных форумах. Что интересно еще, что именно наши консильеры являются ядром консолидации, объединений даже этих партий, которые в Альянсе, на уровне района. Все ходят к нам, к коммунистам. Давайте с вами. Не успел выйти либерал-демократ, от нас приходит демократ. Давайте с вами. Я говорю, даже либералы. Этот деятель их и заявляет у микрофона в парламенте, что вот, видите мы какие последовательные, принципиальные. Мы нигде никогда... Ни одного голоса. Ни одного голоса с коммунистами нигде никогда не голосовали. Мы то, мы это. А в это время в Яловенах спокойно голосует председатель, новоизбранный район от либеральной партии, встает и спокойно предлагает избрать его заместителем нашего первого стерео-райкового партии. Вот это. Это нормально. Говорит это, наверное, еще и о том... Вот это нормально, потому что, знаете, вот это политическая наша сегрегация, разделение вот это самое. И причем до того, что чуть ли не все враги, ну вот, если ты не с нами, значит ты против нас. Это самая величайшая глупость, которую могли кто-то придумать. Да нельзя, мы же граждане нашей страны. Мы все в той или иной степени или любим, или должны, обязаны любить нашу Молдову, нашу землю. Ну что нам делить на уровне села? Ну что нам делить на уровне района? Кроме бедности, кроме проблем, кроме забот, кроме... Ой-ой-ой, сколько чего надо делать? Зачем это вот такая вот? Поэтому мы и пошли на это. Давайте, коммунисты, возглавьте это дело, объединяйтесь и выбирайте нормальную, нормальную, работоспособную власть и работайте вместе. Более того, коммунисты, будучи во власти, будут смотреть, чтобы там было честно все, чтобы не занимались химией всякой, чтобы мне там интересы смотреть. Но это говорит еще и о том, что качественные просто представители ПКРМ на местах, раз все к ним подходят, чтобы каким-то образом включить их в этот процесс управления на местах. Ну тут много-много всего. Я думаю, что вот после этого вашего спича, многие люди попадали со стульев, сейчас у экранов, потому что услышать от вас такой объединительный миссаж, я думаю, не все готовы. Нет, нет, даже наши не готовы. Даже наши. Мы, конечно, не плюшевые мишки, да? Да. Но когда речь идет о сохранении страны, стабильности в стране, я думаю... Ну и там другое на месте, на местах. Вы знаете, эти разногласия у них тоже дошли очень глубоко. Мы здесь не можем из этого клинча политического выйти, потому что здесь идет речь по-серьезному, по большому счету, о национальном интересе. Я не могу торговать с кем-то этот национальный интерес. Я стою за независимую, суверенную молдавскую государственность. И здесь однозначно я не могу никому, ничем уступить. Такой же, не такой же, а этот интерес в районе, он уже немножко, так сказать, другого порядка, другого уровня. Почему там не объединились? Почему им там не показывать пример, вот как мы объединились? Может быть, как раз вот это и есть зачатки, зародыши гражданского конгресса. Именно на том уровне, на сельском и на районном, и на городском. Но я бы здесь хотел бы чуть-чуть все-таки поработать и на партию, которую я возглавляю. Разумеется. Я пользуюсь вашей передачей. Конечно, беспрецедентно произошло изменение полюсов и результатов на этих местных выборах. Мы за все время никогда так массово крупно не выиграли города. Включая Кишинев. Мы все наши победы обеспечили на 60% за счет избирателя сельского и те парламентские 2001-2005, и вообще все наши результаты с момента, как мы участвуем в политике в Молдове, в большой политике. И на местных выборах тоже. Даже когда мы в 2003 году абсолютно выиграли всю территорию Молдовы, все районы. Тогда абсолютно мы выиграли. Все представители района были наши. Да, даже тогда, понимаете, не выиграли так крупно в городах. Вопрос в том, что за эти два года нынешний альянс своим безразличным, наплевательским отношением к сельскому жителю довел жизнь этого сельского жителя до нуля, до зерва, до уничтожения. Понимаете? Вы смотрите, опять при нас на 10 лет выросла средняя продолжительность жизни. Было 59, стало 69,7 лет. Сейчас опять средняя продолжительность жизни падает. За счет кого? За счет сельского жителя. В самом плохом, самом бедном положении сельские жители. Более того, нынешняя власть оказалась не в состоянии стать защитником или миротворцем, что ли, между владельчиками земли, квот, и арендаторами, те, которые арендуют эти квот. А те арендуют и издеваются над этими квотчиками. Там им дают гульки нос за это урожай. Самый феодализм просто. Самый настоящий первобытный феодализм. И нынешняя власть абсолютно не смотрит на эти вещи. Им некогда. Они заседают, они альянс проводят. Поэтому до такой степени обнищала сельская жизнь, что любая подачка, любой пакетик, любые 100 леев, и они будут голосовать за те, которые принесут эти подачки. В городах, даже районном почти, жизнь совершенно другая. Там еще сложнее у тех людей, которые живут только на зарплате, только на пенсии. Потому что у него на балконе не растет ни лук, ни помидорка не созреет. Ничего. Он все должен купить. Он все должен на свою пенсию, на свою зарплату это обеспечивать. Но уровень сознания и понимания, кто ему принесет лучшую жизнь, у них гораздо выше, чем в сельской местности. Поэтому и получилось, что за нас голосовало в городах впервые. 31 город мы победили. Такого не было в моментах, как мы участвуем в выборных кампаниях. Сейчас наша задача состоит именно в том, что этот гражданский конгресс мы начнем именно приземлять в этих городах. И тот наш проект о 40 городах... Начнем его реализовать просто. Как Бог дал. Вот и пойдем пореализовать в этом проект. Я не вел такую статистику, но есть любители посчитать. И считается вообще, что большая часть комбинаций, властных комбинаций сегодня на районном уровне у партии коммунистов происходит с либерально-демократической партией. Я не знаю, так это или нет. Комбинации. Ну, коалиции, назовите как угодно. Это обозначает что-то или нет? Это обозначает, что, как говорят, тоже много у вас есть какие-то сепаратные, секретные, тайные договоренности с Владимиром Филатом. Вы провели с ним встречу. Она была закрытой. Информация очень скупа. Что и позволяет, видимо, делать многим и политообозревателям, и политикам, например, демократической партии, те просто по этому поводу устраивают истерику, что существуют какие-то договоренности. Просветите, пожалуйста. В организации работы нас в оппозиции, ныне власть держащих, у нас тоже есть свои принципы и своя тактика. Но, реализуя эти принципы и эту тактику, потому что стратегия известна какая, что мы должны все равно вернуться к власти. Но, реализуя эту тактику, как временную сейчас, конечно, мы допускаем и согласны на диалог. Самая лучшая форма – это всегда диалог. Самый лучший мир – это когда идут переговоры. Самая спокойная ситуация, когда за столом сидят переговорщики, а не солдаты смотрят друг на друга через прицел-автомат. Поэтому мы идем на эти принципы, на эти формы сотрудничества осмысленно, осознанно. Вопрос в инициативе за них, потому что оппозиция не может. Если бы я стал бы проситься, значит, обязательно бы они оценили, что я иду на поклон, я иду просить, я иду унижаться. Но в том-то и роль, и задача власти, любой власти, и даже нынешней, что она должна постоянно быть в поиске. Если она осмысленно осознанная, ответственная власть, должна искать формы работы с оппозицией. Да. И тем более, что Филат очень правильно сказал в своем выступлении, что, извините, половина населения голосует за коммунистов. Ну, наконец-то заметили. Да, посчитали. А это не значит, что если они пришли во власти, значит, они должны эту власть осуществлять только для тех, которые за них голосовали. Тем более, что, если откровенно, то там за либерал-демократ не так уж много голосовал, если взять отдельно. Так же, как и за либерал-демократ, только что они объединились, они на 10 голосов больше нас. А так, никто за них отдельности много не голосовал. Поэтому это очень нормально, когда власть ищет, находит формы работы сотрудничества с оппозицией. Поздно, правильно, очень поздно, очень поздно. Более того, как бы я даже сказал бы, что не просто поздно, а даже это все происходит уже под вынужденной ситуацией. А кто его знает, если бы они там в Альянсе нашли общий язык и не сформировали внутри Альянса, как опять тот же Филат сказал, что два Альянса. Он бы хотел этой встречи с нами, с представителями оппозиции. У меня было такое чувство, что он нашу передачу вообще цитирует, вы знаете, в своем выступлении. Потому что все эти аргументы, оппозиция, да, мы с вами приводим ежедневно. Но уже важно, что уже из уст представителя власти это прозвучало. Но это уже немало. Я чуть-чуть иначе смотрю на эти вещи. Я смотрю, что он, Филат лично, он один из наиболее здравомыслящих из этой всей команды. По крайней мере, я всех знаю. Ну, тем более, что кое-кого мы даже взращивали. Да. Да, мы растили кое-кого на свою голову. Поэтому, мне кажется, он самый здравомыслящий в этой команде. И тем более, что у него не власть ля-ля-ля, а у него исполнительная власть. И он, как говорится, на ощупь чувствует, что происходит. И на ощупь понимает, что такое цена вопроса. От того, кто там сидит за этим столом, который называется кабинет министров. Он еще понимает, наверное, что за все ему придется отвечать, а не кому-то другому. А в конечном счете кто пример. Да. Поэтому разговор был очень предметный, очень конструктивный. Первый – это был разговор действительно о том, что происходит на местах после бедных выборов при формировании руководства районов. Потому что это не просто там делешь портфели и сумма голосов в одной партии, с другой партией. Я во всех случаях, когда мне первые секретари звонят и рассказывают обстановку у них в совете, я их спрашиваю, чей кандидат сильнее. Наш сильнее. Давайте продвигать и защищать нашу. Их кандидат сильнее. Давайте послушаем. И тем более, там конкуренция голосов не такая уже, так сказать, резко отличается. Давайте пойдем на встречу и так далее. Понимаете, вот эти вопросы мы обговорили о формировании местных органов власти. Не может никакое правительство, если уж так по большому счету, из Кишинева каждый день нажимать на кнопку и указывать, и приказывать положением дел в том, или в другом, или в 10-30 районе республики. Это не хватит этого правительства никогда. И это не форма руководства страной. Но формировать здоровую власть на местах – это правительство может и должно сейчас. Наиболее заинтересованно. Поэтому, может быть, я допускаю, что вот последнее время, последние две недели, наиболее конструктивно при формировании районных властей как раз подходит либерал-демократическая партия и ее представители на местах. Это приятно наблюдать. Правда, они очень эгоистичные, очень жадные. Они везде всюду хотят командовать. Есть разум и разумность во всем. Зачем им это все надо на себя отогрузить? Тем более, когда они здесь не имеют абсолютную власть. Ты же потом правильно сказал, надо отвечать кому-то и за правительство, и за ту же районную власть. Кого кто будет отвечать первым? Представьте районную. Так что они сейчас радуются, что они на себя грузят это все. А потом за это надо отвечать, надо отоваривать эту власть, давать людям результаты конкретные. Второй вопрос, это, конечно, был вопрос выхода из политического кризиса. Я ничего нового Филату не сказал по сравнению с тем, что я сказал председателю Европейского Союза, господин Рампей. Я ему то же самое сказал, что есть политика, есть арифметика. Арифметика после выборов последних ноябрьских парламентов показала, что 42 голоса, 42 мандата, которые держит фракция коммунистов в парламенте, 32 мандата, которые имеет либерал-демократическая партия в парламенте, в сумме, по Маленину-Буренину, дает конституционное большинство и даже чуть больше. Я уже не говорю, что это больше на 13 голосов, чем нужно для выборов президента. Давайте возьмем политически неафилированного, то есть не из, короче, для телезрителей, чтобы этот кандидат президента был не из стен парламента, то есть не был депутатом нынешнего парламента, был какой-то известный человек в республике, ученый, специалист в какой-то области, которую знает вся республика и так далее. Можно посмотреть, таких людей у нас есть. Юрист знаменитый, выдающийся и так далее. И мы это говорили, кстати. Мы предлагали 78-ю статью изменить в порядке дискрештера по-молдавски. Убывание. Убывание. 61-57-51. Не захотели. Второй, первый, второй, первый, второй тур, третий тур и тогда не захотели. Но неафилирован, да пусть даже будет и афилированный из стен парламента в конце концов, но надо выйти из этого кризиса. В этот момент Лупу начал розоветь. Да. Ну, слушайте, уже даже Филат говорит о том, рискуя вообще-то подорвать альянс, который, в общем-то, не такой уж и целый сегодня, мне кажется, говорит о том, что, ну, фактически повторяет тоже наш аргумент, что не может целая страна быть заложником амбиций Мариану Лупу. Это мои слова, сказанные два года назад и на пленуме ЦК, и в разговорах с Массмеди. Ну, не можем, да никогда. Да, причем здесь фамилия, здесь фамилия вообще не играет роль. Не может целая страна быть заложником амбиции одного человека или там группы людей. Это та же самая узурпация власти, уже в другой форме. Зачем это, как это так может быть? Это уже, извините, диктатура одного человека. Но вы сейчас подтверждаете, давайте, чтобы закрыть эту тему, что партия коммунистов готова способствовать выводу из кризиса, а не воспользоваться своим ростом для того, чтобы спровоцировать очередные выводы. Да. Мы после, уважаемые телезрители, мы после парламентских калькул выйдем с очень серьезным обоснованием, с очень серьезным предложением по преодолению политического кризиса. Это однозначно. Вы ощутили, что Филат действительно заинтересован в возвращении ситуации к нормальности? Или он тем самым, как и тот же Лупу, кстати говоря, после ноябрьских выборов пытается как-то чуть-чуть пошантажировать своих партнеров по альянсу? Ну, Филат – чистолюбивый политик. И это очень хорошо. Не может политик состояться, если у него нет тщеславия, нет самолюбия. Другое дело, что любой из этих показателей должен иметь и степень контроля, и ограничений. Нельзя свое тщеславие, свое самолюбие возвести в ранг самолюбования, в ранг авторитаризма, в ранг деспотизма, в ранг, я знаю, там, не знаю, какое искажающее нормальное состояние, свое личное и общественное. Но политик без самолюбия, без тщеславия, он не состоится никогда в жизни. То есть по-здоровому, по-настоящему, по-честному, по-человечению надо амбиции, надо к чему-то стремиться, поставить перед собой цель, завладеть, одолеть препятствия, эту цель, все на пути, чтобы достигнуть эту цель. В противном случае, зачем ты начинаешь это все, кашу варить и так далее, сиди там где-нибудь и считай на бумажке. Другим занимайся, да. Вот, поэтому у него это есть, и это хорошо для политика. Молодой класс политический, и он, и у нас в команде есть такие ребята с таким здоровым амбицием, с тщеславием, так и мы их проверяем, в выборных кампаниях бросаем, других испытаний и так далее. Растут, развиваются, и это будущее нашей Молдовы, это надо идти, и так было бы хорошо, чтобы они были везде и всюду, а не только ограничиться родственными связями, еще чем-то, чтобы своих племянников выдвигать на все должности. И бороться за то, чтобы создавать им еще и параллельные инкубаторские условия, давайте там законы специальные под племянника, давайте еще что-то. Потом императорские просто условия. Ну, к счастью, пока не прошло. Я думаю, что и не пройдет, потому что я вижу, я еще раз повторяю, и на местах, в территориях, вот сейчас особенно при формировании после выбора этого руководства, о чем мы говорили очень детально, да и здесь у нас, почему эти противоречия в Альянсе, по большому счету, ведь кажется, они уже все разделили, все должности разделили, все предприятия, которые дают большие деньги, разделили, поделили, все это самое. Что, почему тогда не было разногласия, когда делили, а почему сейчас, спустя 27-то года или 2 года точно, начались вот эти вот раздраи. Почему? Потому что они поняли, что так нельзя, так нельзя, так у них ничего не получится. Так или иначе, они придут к краху, к полному краху политическому личностному, после которого они уже ни в какую политику никогда не вернутся. То есть вообще, фактически, это можно представить в виде того, что они сейчас пытаются друг на друга спихнуть вину за провал. Это тоже, это самое простое объяснение, самое простое, но видите, как идет этот футбол, идет односторонне, но с другой стороны, всегда во все времена за все прегрешения политиков, которые на таком макро, как они выражаются, уровне, может и не видно, а правительство, которое должно заниматься на конкретном уровне, то есть каждый день должен быть хлеб на столе, каждый день должна быть электрическая энергия, каждый день должна течь вода, каждый день должно быть тепло, если это зима, каждый день должны работать автобусы, каждый день дороги должны быть качественные, открыты школы, медучреждения и так далее. Если это все обобщить, то вот здесь ответственность на правительство очень большой. А эти все ходят с умным видом и бросают всякие проекты, всякие идеи, всякие, которые знают, что ни за что не отвечают, за последствия, по крайней мере, точно. Еще ни один политик не ответил, к сожалению. Вот смотрите, уже и Филат говорит о том, что бессмысленно бороться с абстрактным коммунизмом, что это уже не работает, что это не продается ни внутри страны, ни во вне страны, что это уже не компенсирует провалов в госуправлении. И все это вдруг совпадает с новой волной разговоров о брендинге партии, о модернизации партии и так далее. Я, честно говоря, все жду, когда на уровне Евросоюза тогда заговорят о брендинге Австрии, поскольку на ее гербе тот же Серпи Молот, так сказать, присутствует. Серпи Молот 45-го года. Это вообще к чему? Это вот зачем? Понимаете, ведь это фактически люди занимаются нами, а не собой. Им есть чем заниматься. Своей репутацией, своими поступками, своими партиями, своими общественными движениями. Им есть чем заняться. Они все занимаются нами. Они так хотят нас с вами модернизировать и ребрендировать, что забывают просто обо всем. Нет, они нас так хотят ребрендировать, чтобы мы сами забыли свое родное имя и наше происхождение. Вот для чего им нужны эти ребрендики. Но я начну чуть-чуть опять с другой стороны. Знаете, я уже обращаюсь к зрителям, меня просто удивляет. Я, конечно, что-то немало знаю, что происходит в нашей национальной молдавской аутономной политике. Но когда я смотрю на это обилие, на это количество так называемых политических аналитиков, просто аналитиков, просто политологов, откуда возникает это море аналитиков? Когда начинаешь смотреть на их качественный состав, кто же они такие? Кем он был вчера? Кем он был вчера? Позавчера? Это моя любимая тема, Владимир Николаевич. Так это не состоявшиеся люди ни в одной отрасли, ни по одной специальности, ни в одном деле, ни в одной партии. Это все заказное. Вы понимаете, происходит парадокс. Я опять к телезрителям обращаю. Парадокс. Мы в оппозиции. Нас топчут. Где угодно, как угодно, по вертикали, по горизонтали. И людей на местах, и здесь нас со всех сторон топчут. И у нас растет рейтинг. И у нас растет авторитет нашей партии. Растет поддержка избирателей. Молодая перспективная команда. Очень серьезно настроена на государственность, на суверенитет, на развитие по самостоятельному пути нашей страны. Конечно, не устраивает. И поэтому появился этот рейтбрендинг. Значит, еще раз объясняю. Мы рейтбрендинг сделали в 1992 году, когда сформировали партию. Тогда, до этого была Коммунистическая партия Молдавии. Мы стали партией Коммунистов Республики Молдавии. Партия Коммунистов Республики Молдавии. Нет, мы стали партией Коммунистов Республики Молдовы. Это был рейтбрендинг. Более того, моя программа. Я предложил. Берите нашу новую программу, утвержденную на последнем. Не на историческом каком-то съезде. Она последним, три года назад, съездит к нашей партии. И посмотрите в эту программу. И возьмите программу люб те, которые нам предлагает рейтбрендинг. И посмотрите, что написано в программах этих партий, которые у власти, которые формируют альянс. И сравните, и посмотрите, куда мы пошли в наших программных целях. И где они находятся. Есть несколько серьезных ребят. Ребят, в том числе и автор новой идеи рейтбрендика Виталий Андреевский. Это очень умный, очень подготовленный, очень глубоко аналитически мыслящий человек. Я очень уважаю его лично, уважаю его работу и так далее. Но я не знаю, кто его втянул, так сказать, в эту схему с этим рейтбрендингом. Но это какое-то стало общее место. Ведь нами этой темой занимаются не только аналитики и эксперты, но еще и представители других партий. Сто процент. Демократы, либералы занимаются нашим ребрендингом. Да, их очень беспокоит, кто мы и что мы. А я вам скажу честно. И как мы выглядим. Да ты посмотри сам на себя в зеркало. А я об чем? Я говорю, у нас молодая действительно команда очень сегодня. И средний возраст партии. 39 лет средний возраст партии. Эти самые либералы 57 лет средний возраст. Я бы его... Поделайте им ребрендинг этому великому поэту, который возглавлял ленинский комсомол. Депутат Паран. Как его? Хадерко. Хадерко. Я честно говорю, мне очень не хочется, чтобы меня бывшие парторги модернизировали. Меня лично. И лауреаты премии ленинского комсомола. Мне это неприятно. А что? Как будто либералы имеют что-то общего с либералами. С либерализмом. Как будто они читали классиков либерализма. Если бы они читали, они бы знали, что либерал по определению не может быть националистом, даже румынским. А у нас что? Да. И что, а эта олигархическая группировка, какое имеет отношение к демократии, к демократической партии, к этому бренду? Им не нужно ребрендироваться, нет? Или можно назвать вещи своими именами? Нет, им не нужно. А вся забота всех их и партии, и этих аналитиков, это о нашем... Это мы. Это мы, да. Ну, я хочу сказать, что в чем Андреевский прав, в чем он, вернее, заставляет нас задуматься, читая его эти опусы, в том, что партия – это живой организм. Живой организм не может застаиваться, стоять на месте. Он должен развиваться, он должен обновляться. Каждый день, каждый час. То же самое партия. Мы все там, члены партии, все живые люди. И мы, конечно, должны совершенствовать. И, конечно, придет съезд, придет... Конечно, мы прошерстим тот же устав, прошерстим, посмотрим те же нормативные наши партийные документы. Да и в каждый день мы... Вот это не ребрендинг, то, что мы рассказывали сейчас телезрителям, то, что мы делаем сейчас на местах при формировании руководства района. Это чтобы мы могли партия со старым мышлением, с консервативными взглядами, с... Зашоренная, да? Зашоренная. И все, что были, все делали по команде, стой, смирно, разойдись. Разве мы могли бы такие вещи делать сейчас, чтобы либералы голосовали за коммунистов, коммунисты за либералы? Это что, не ребрендинг? Вот он, результат ребрендинга, который мы сделали. Во-первых, модернизация. Во-вторых, в случае, 100% модернизация, это однозначно. Вы знаете, я перед тем, как сюда прийти, еще раз пробежал заголовки новостей в основных агентствах, газетах. Я обратил внимание, что все рассуждают о будущем Альянса. И никто о будущем Молдовы. Мы подходим к юбилею, к 20-летию независимости страны. Вот с какими мыслями вы подходите в очень тяжелое время сегодня, и для страны прежде всего. Но вот с какими мыслями вы подходите к этой, безусловно, знаменательной дате? Да. Я думаю, что, конечно, первые 10 лет были самые трудные. Когда после объявления суверенитета и независимой нашей страны. Самые трудные, потому что и Приднестровский конфликт, и непонятно, куда, в какую сторону будет развиваться наше государство молодое. И вообще никаких проторенных дорожек. Многое делали наши эти товарищи, которые были в руководстве первые 10 лет на ощупь. Мы можем, конечно, их критиковать. У нас есть много вопросов, в том числе и по причинам Приднестровского конфликта. Да, очень много вопросов. Но то, что им было очень трудно, это надо согласиться, надо признать. Вторые 10 лет мы участвовали уже непосредственно в управлении страной, из которых 8 лет, 8,5 даже, наша партия была во власти. И при всех трудностях, при всех даже недостатках, упущениях, которые были во время нашего руководства Молдовы. Потому что мы пошли не с того базиса, который они начали строить со современным молдавским государством, которое оставило советскую власть. Я имею в виду, прежде всего, экономический базис. Мы пошли с нулевого, с минусового базиса в 2001 году, когда пенсии и зарплаты не оплачивались от 12 до 18 месяцев, когда они составляли там неизвестно что и сколько, и прочее, когда все социальные гарантии для граждан были утоплены, и их небо не существовало. И тем не менее, те первые 10 лет, я говорю, при всех-всех-всех недостатках, все-таки, что удалось отстоять независимость и суверенитет Республики Молдова. Эти вторые 10 лет мы доказали, что Молдова, несмотря на то, что у нас нет под землей ни угля, ни золота, ни нефти, ни газа, ничего, мы доказали, что Республика Молдова имеет перспективу для развития как самостоятельного, независимого, суверенного государства. И очень серьезно укрепили эту государственность по вертикали нашей страны. Это, пожалуй, даже было, я хочу сказать, что это была одна из моих самых главных задач как президента. Укрепить эту государственно образующую ось. Удалось это сделать. Это должно быть главное. Сформировано государственное институты власти. Как-никак, но нам удалось выстоять. Трудно, очень сложно, с большими проблемами для страны, для народа, но удалось выстоять. Дальше надо идти по пути развития. Надо развиваться. Эта сказка о Европейском Союзе зависит от нас. То ли мы ее сделаем былью, превратим в то, что она станет реальностью, то ли она останется сказкой, если мы опять будем дергаться туда-сюда. Даже несмотря на все наши внутренние противоречия, разногласия, мы должны все вместе, все от мала до велика, без исключения, без разделения на национальности, без разделения на партии. Мы должны быть едиными в том, что мы должны развивать республику. Мы должны развивать страну. Мы должны укреплять ее государственность. Мы должны развивать ее всесторонне, укреплять экономическую безопасность, то, что мы говорили чуть-чуть, социальную безопасность, социальные гарантии граждан. Делать ее комфортабельной, нормальной, привлекательной страной. Как для нас, в первую очередь, для тех, которые живут, для тех, которые будут жить в будущем поколении, так и для наших гостей. Мы находимся на транзите всех европейских дорог, всех европейских путей. Нам Бог дал это место расположения. Не дал нефть, не дал газа, но дал вот это место. Нам надо делать серьезные отсюда, так сказать, выгоды для нашей страны, для нашего народа. Не мы должны ехать, а нам должны приехать как туристическую Мекку. Но для этого должно быть мир, спокойствие, благополучие. Если этого не будет, будут обходить всеми дорогами нашу Молдову. Но самый главный итог все-таки, что страна состоялась, государство Республики Молдова есть, живет, я уверен, будет жить. Владимир Николаевич, было бы с моей стороны грехом, если бы я после этих слов продолжал вас о чем-то спрашивать. Спасибо огромное за искреннюю, откровенную беседу. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся до сентября. Нам всем нужно хорошенько отдохнуть. Итак, до осени, до новых политических баталий, до новых политических побед. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова